Скажите, что с вашей коллекцией? Вы же коллекционировали часов, и какие самые любимые экспонаты в этой коллекции? Спасибо, спасибо, что вы сохранили часы. На самом деле, это не такой дорогой подарок. Сегодня часы можно, хорошие часы, купить. Особенно, когда покупаешь партию, делай по 50% с книгом. И единственное, мы потом делали соответствующую надпись на часах и дарили. Они были разные по стоимости. Были летарные часы. Я часы коллекционирую с 72-го года. Семьдесят ров, вот уже сколько лет. И все это господин случай. Я был на практике в Петровском районе. И жили мы у Бабы Веры на квартире. У нас кладушки был такой, 73-й год дождливый. И у нее над входом висели котики. Котики, обычные котики. И они стоят. Я говорю, Бабы Веры, а что часы стоят? О, сынок, они еще стоят. Раз после войны встали. Я говорю, не удавайся. Она говорит, как ты сделаешь, ты сломаешь. Я говорю, как можно сломать часы, которые у них хватит? И долго я не уговорил, уговорил. У себя в магазине, я тоже селил, я тоже снял. Там часы. Две шестеринки дырки. Смазывал. Чик. Часы пошли. Бабы Вера раз посмотрит, ходит. Два раз посмотрит, ходит. Потом начала приставать, откуда знаешь, как часы монтировать. Я говорю, у меня в Музинске, вот сегодня, он часовой масел. Вот я смотрел, как он делает часы. Вот говорит, тебе помог. Так ты часовой масел? Я говорю, да нет, я просто знаю, как это монтировать, но такие часы. Бабы Вера, потом в Зубы и по всей деревне. Сказал, сказал, что я масел часовой. Ох, сколько нанесли часов. Какие вот эти отходки можно сделать, но если там какие-то у себя на часы, то что там сделать? И в конце, нужно было как-то этот процесс остановить, привезли огромные напольные часы, немецкие, трофеи. Мне даже смогут, что это за часы. Начали смотреть, а я был с парнем на квартире, вместе практику проходил, Володя Морин. Открыли, а там пружина, вот такая пружина широкая. Мы решили пружину вынуть, конец отжать и потом вставить. Так он, надо тут вырыть, вот, с такой силой, я думаю, ну как не убил нас? Кое-как пружин вставили, все, говорит, Вера, лавка закрывается. Говорит, что такое? Говорит, по этим мы все рады за запчасти, надо бы прийти, 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 уехали. Ну, кто-то часы забрал, а часть осталась. Может, десятка осталась? Куда? Вот никто не берет. Я говорю, я их заберу с собой. Просто беру. И вот с того времени пошла коллекция. Какие самые дорогие часы? У меня есть часы в коллекции Еобра. У меня есть часы Кочевского, Манекурского. Садан Куцер. Ну и так далее. Все, что я не говорю, у меня 1700 часов. Вот, и коллекция, коллекция очень такая. И большая, самая большая коллекция, это карманы часов. На втором месте это камины, на последнем месте это нарушенные часы. Ну, что ли, как собирать? Как собирать? Нет смысла. Ну, я сейчас не очень-то увлекаюсь. У меня сейчас новое хобби появилось – книги. В моей личной библиотеке более 20 тысяч книг. И книги самые разные. Единственное, злюсь сам на себя и успеваю читать. А еще и нужно перечитывать. Рекомендую. Перечитывайте те книги, которые вы читали, ключи ученика. Перечитайте Астровскую карту, когда он стоит, совершенно к другому посмотрите на книгу. Или молодая гвардия. Совершенно к другому. Вот времени хватает, чтобы перечитывать. А коллекцию иногда смотрю. И все, думаю, года придут, куда же мне ее потом отдать, в какой музей. Если я суммарно так и прикидываю, она очень дорогая. Реддельный экземпляр стоит десятки тысяч рублей. Понимаете?